Глава 4. Любовь к Богу. Ниже следует цитата из Рамбама. Хилхот Есудей Гатора 2.1-2. Есть заповедь любить и бояться этого внушающего трепет и благословения Бога, как сказано «Ты должен любить Господа твоего Бога». Дворим 6.5. И «Ты должен бояться Господа твоего Бога». Там же 6.13. Как можно любить и бояться Бога? Тот, кто размышляет о Божьих великих и значительных делах и творениях, наблюдая через них Его бесконечную непостижимую сущность, сразу же полюбит и начнет прославлять и восхвалять Его, он исполнится огромным желанием узнать великое имя Бога. Как сказал царь Давид, «Тянется моя душа к Богу, живому Богу». Когда человек поразмышляет об этих вопросах самостоятельно, он сразу же исполнится устрашающим осознанием того, что он лишь крохотное, низкое, смутное существо, стоящее со своим крохотным умом перед совершенным разумом. Как сказал царь Давид, «Когда я взираю на твои небеса, дело твоих пальцев, кто такой человек, что ты помнишь о нем?» Там же 8.4-5. «Мы уже узнали, что без страха Бога невозможно ни святость, ни чистота, но страх важен и при развитии другого качества, любви к нему. Это вторая стадия духовного роста на пути принятия ярма неба. Любовь к Богу – это более высокая стадия». Трактат Сота, 31 Алиф. Цитата. «Тот, кто движим любовью к Богу, более велик, чем тот, кто движим страхом». Конец цитаты. Страх побуждает отделиться от зла, что впоследствии облегчает получение вознаграждения. Как сказал царь Давид, «Отвернись от зла и делай добро, Таилим, 34, дробь 15». Если страх Бога отдаляет человека от зла, любовь к нему способствует созиданию добра. Возлюбив Бога, человек страстно желает приблизиться к нему и исполнять его заповеди. Чем больше человек размышляет о Божьих чудесах, изучает истину о его личности и нравственных требованиях, тем больше он понимает, насколько они истинны и мудры, и тем больше он любит владыку, который есть сама благость и доброта. В конечном итоге, эта любовь становится настолько горячей и сильной, что охватывает всю душу человека. Это любовь истинной преданности, как сказано, «Любить Господа твоего Бога, слушать Его голос и держаться Его». Дворим 30, 20. Конечно, невозможно достичь той бесконечной любви, которую заповедует Тора. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Дворим 6, 5. «Мы должны любить Его именно всей душой» Сифрии, Вайтханан, 32. «Даже если Он возьмет твою душу». Конец цитаты. Как Тора использует человеческие понятия, так и Бог создал человеческую любовь. Хотя любовь к другому человеку нельзя сравнить с любовью к Богу, тем не менее из нее видно, что именно мы должны чувствовать по отношению к Богу. Как сказал Рамбан, Гилхот Чува, 10.3. «Какая любовь подходит Богу? Она должна быть такой огромной и жгучей, что приковывает душу человека к Богу. Мужчина может быть настолько болен любовью к женщине, что не в состоянии освободиться от своего увлечения ею, будь он дома или на улице, просыпается утром или принимает пищу. Наша любовь к Богу должна быть еще сильнее. Мы должны постоянно восторгаться этой любовью, как заповедал нам Бог всем сердцем и душой. Как сказал царь Соломон, песнь песней, «Я болен любовью». Вся книга песнь песней Соломона была метафорой на любовь человека к Богу. Об этом же пишет и рабе Акива. «Нет большего оправдания существования Вселенной, чем тот день, в который Израилю была дана песнь песней. Хотя все писания священны, песнь песен является священнейшей из священных». «Я даю им три дробь пять». Причина ясна. Величайшая любовь, которую может испытывать человек, это любовь к женщине, которой он томится и наслаждается одновременно. Влюбленные сделают друг для друга все, что угодно. Они пойдут на любые жертвы, пожертвуют богатством и даже самой жизнью, оставят родительский дом и прилепятся друг к другу. Цитата. «Итак, мужчина должен оставить своего отца и мать. Он прилепится к своей жене, и они станут одной плотью». Берешит 2,24 Любовь между мужчиной и женщиной это любовь сближения, в том числе и в буквальном смысле. Бог создал свои творения таким образом, что акт любви требует физического сближения, как будто пара действительно стала одной плотью и одной душой. В паре наиболее совершенным образом реализуется заповедь «Люби ближнего, как самого себя». Во икра 19,18 Иными словами, нам заповедуется любить близкое к нам человеческое существо, подобное нам. Оно и есть мы, поскольку для человека свойственно любить, оберегать и питать себя. И когда человек начинает любить другого человека так же, как себя, тогда две стороны преобразуются в одно целое, и нет большей любви, чем это. Наши мудрецы провозгласили Миноход, 93 Бет. Жена – это продолжение своего мужа. Любовь мужчины к своей жене – это пример того, как он должен любить Бога. Эта любовь точно так же требует верности. «Люби Господа, твоего Бога, слушай Его голос и держись Его» Дворим, 30,20 Следовательно, Бог наделил песнь песней огромной святостью. В этой книге символически, в человеческих терминах, отражена пылкая любовь между Израилем и Богом. В ней говорится, «Много воды не сможет заглушить эту любовь». Песнь песней, 8,7 Царь Давид написал «Как олень стремится к потокам воды, так моя душа стремится, Боже, к Тебе. Тянется моя душа к Богу, живому Богу, когда приду и явлюсь перед лицом Бога. Боже, мой Бог, это Ты, к Тебе обращаюсь на заре, Тебя жаждет моя душа, по Тебе томится моя плоть». Таилим 42.2-3.63.2 Поэт сказал начало вечерней службы в Йом-Кипур согласно сефардскому обряду «К Тебе, мой Бог, моя жажда, мое желание и моя любовь, к Тебе, мое сердце, мое внутреннее существо, мой дух и моя душа, к Тебе, мой дух и моя сила, в Тебе моя вера и надежда, к Тебе, мое сердце, моя кровь, подобно жертвенному агнцу, Тебе и никому другому моя душа воздает благодарность. Ты помогал мне в трудные времена, «Помоги же мне в моей скорби!» Наши мудрецы привели глубокий пример Дворим Раба 2.37 «Люби Господа твоего Бога всем сердцем и душой» Дворим 6.5 Что имеется в виду во фразе «всем сердцем и душой»? «С каждым вздохом, который Бог дал тебе» Раби Мейр сказал «За каждый вздох, который делает человек, он обязан прославлять своего Создателя». Откуда мы это знаем? Сказано «Да славит Господа каждый вздох» Таилим 150.6 Вот в чем смысл существования еврейского народа любить и радоваться, стремиться и жаждать. Израиль должен привести мир к признанию Божьего величия и всемогущества, непревзойденных качеств и нравственных норм Бога, законов и указов Бога. Израильтяне должны стремиться к этому, пока все дышащее не прославит Господа. Именно ради этой цели Бог решил создать Вселенную и человечество, апофеоз творения. «Мы увидели, что вера ведет к страху Бога. Страх Бога ведет к скромности и покорности. Скромность ведет к любви к Богу, а любовь к Богу ведет к принятию ярма неба, как мы уже рассмотрели. Принятие ярма неба рождает в человеке полное доверие к Богу». Поскольку, как я упомянул, вера, эмуна в Бога и доверие к бетахон к нему тесно связаны, важно понять их истинное значение. Субтитры создавал DimaTorzok